Там белка и там тоже есть такой значок, типа или это наклейка какая-то. Белка. Белка. Ну, и лоси, видимо и лоси тут бегают. Ну бог, откуда здесь лоси? Ну, ох, это, или это, типа нет лосей здесь? Нет, это внимание лоси. Ну, вдруг тут лоси. Ну-ка, че, тут 1 мая по погодным условиям до 15 мая. Зона тишины? Смотри. Платить не надо, так что пойдем. Ну, тут вот выставка, видимо, каких-то растений. Нельзя лежать на газонах. Какая-то, ну-ка, мемориальная доска какая-то. Наверное, ничего не видно. Здесь 24 октября в 58-м году комсомольцами и молодежью. С Паканческого района заложен сиреневый сад в честь 40-летия ВЛПСМ. Вот. Посмотрим. Сирень. А, ну тут тоже именные деревья, как... Это это и писательные, если что? Наверное. Тоже именные деревья, как в Новодельхе, тоже такие. Ну, тут тоже поломало, видишь, вам. Ну, да. Ну, так красивенько, так уютненько. Не то, что в основном в парке забудешься по указателям ходить. Вон, это астильба. Моя любимая розовая цветет. Ну, из-за солнышка нифига не видно. Прям кусты такие. А у нас одна дача, она светло... С переходом таким от светло-розового. Да, как туя. Там вроде как семья. С малышом. Семья? С родственниками. Семья, смотри, какая милота. Правда, как-то и непонятно. Можно было поставить вот сюда вот. В такой, как бы, за кустами. А вот почему у нас тропинка про то, что у нас? Ну, кто-то, кто ходит, наверное, потрогать. Пощупать? Да. Пойдем вон туда, там морг. Пойдем. Пойдем. А вон еще дерево с такой табличкой, которое нифига не сканируется. Ну, вот я не понял. Сейчас еще раз попробуйте просканировать. Потому что понятно, что там очень много информации. Он долго ее обрабатывается. Вот, смотри, как дерево свалило. Ну, куда я тебя попробую? Прямо ту самую. Сломала забор. Ой, тут какие-то штучки падают в дерево. Ой, не знаю. Какие-то зверюшки. И деревья посажены. В основном сирень. Такое... Такие шишечки на нем непонятные. Вообще, что это такое? Это такой цветок или он уже отцвел? Вот, не поймешь, такие фиговины. Ну, они вообще у него колючие. Ну, они не сильно колючие. Их можно потрогать. Ну... Смотри, шмели облюбовал. А, ну, вот он цветет. А, ну, вот он цветет. Значит, он цветет, да. А это уже, это, наверное, бутоны. А вот это вот он так цветет. Такие маленькие, какие-то звездочки. И на них пчелки тусуются. Не пчелки, это шмели. Там целая тусовка. Вон, наверху тусовка. Смотри, сейчас нельзя накинуться. Никуда не накинуться. Такие на тусовку помешало. Вон, такие шмелики. Ну, вот это вот, вот это мне растение нравится. Только я не знаю, как называется. Оно такой кучей растет. И у него красные цветочки. Яблочки, яблочки. Ну, вот, где у бабушки раньше был дворик старенький. Сейчас что, новые дома построили. Там были груши-дички. И мы их всегда собирали и варили компот. И компот такой вкусный. И даже лучше, чем из обычной груши. Ну, и все, что это на компоте можно? Так как они поехали? Они кислые. Ну, они даже не кислые, они с горчинкой. Вот я кинуточок поставили с лосями. Вот они где прячутся. И же рядом лоси на островке. Ну, да. А, ну, может, они оттуда выбегают, сюда. Я не уверен, что вот у нас просто до сих пор остались власти. Так, как вы? По кругу ходить. Вот и все деревья с табличками там, кто посадил. Дома, что нет. Здесь нет Wi-Fi и нельзя пользоваться телефоном. Нельзя. Правда грязненькая. Ну, из-за нее опасной птицы, потому что, видишь, воробей выпил и окаменел. Да. И стал окаменелым воробишкой. Ну, забавно такие ладошки. Поилка. Не часто такое увидишь. Скворечники всякие, кормушки, а тут целая поилка. Наверное, можно выйти только через вход. Несмотря на то, что тут есть еще ворота и калитки другие. Он совсем маленький, видишь? Ну, да. Вот какой-то маленький закуток уютненький. Место для тишины. Ну, там, где дети, там не может быть тишины. Ну, там, где дети, там, где дети, там, где дети. Вот. Лаша, полет. Очень милая. И даже музыка играет. Есть отдельный туалет для инвалидов и комната матери и ребенка. Сейчас руки помоем еще, и мы домой собираемся. Пока.